Добрый вечер, уважаемые телезрители, и вновь мы для вас в прямом эфире продолжаем тему, которую мы касались на прошлой неделе, ну и месяцами раньше, тему вынужденных переселенцев. Сегодня у нас в гостях, представляю, вот начиная от себя, рядышком со мной Лидия Тимошенко, она волонтер Центра социальной помощи переселенцев, называется это Центр Содружества. В центре у нас Иван Первий, активист инициативной группы, общественная организация Содружества вынужденных переселенцев. И Лидия Пучкова, она волонтер, она возглавляет общественную организацию «Союз вынужденных переселенцев с Востока». Это организация, которая находится в городе Черноморске, бывшем Ильичевске. И кроме этого, она еще активист и представитель всеукраинской общественной организации «Украинские рубежи» в Одесской области. Вот почему я так педелирую, подчеркиваю название этих организаций, потому что, ну может быть где-то сходные функции, но все-таки задачи достаточно разные, и об этом, наверное, мы сегодня с вами обязательно поговорим. Ну давайте от меня начнем, Лид, давайте с вами. Мы уже вместе с Анжеликой Жуковой, с ее активистами, на прошлой неделе уже касались одной из наиболее болезненных проблем, с которыми столкнулись переселенцы. И мы вообще тему заявляем адаптация, потому что действительно процентов 70 переселенцев, они уже приняли решение оставаться здесь. Но проблема номер один, проблема вообще никак, по-моему, не решаемая, это проблема жилья. Это самое больное, вот с чем вы сталкиваетесь. Да, это для нас самая большая проблема, и любой переселенец, который приходит к нам в штаб, говорит, мы говорим, ну вот в чем вы в первую очередь нуждаетесь? Он говорит, конечно, в жилье. И в этом, конечно, мы не можем помочь. Я вообще хочу сказать, что наше содружество, оно существует еще с лета 2014 года, и мы сами переселенцы, сами себе помогаем, я волонтер, ну, Анжелика Борисовна Жукова, вы ее знаете, и Головкова Валерия Ключ, стояли у истоков этой организации. Собственно, извините, я вот уточню для телезрителей, дело в том, что все трое наших гостей сегодня, все трое, они приехали из Донецка. Да. Все донеччане. Да. Да, я помню самые первые шаги, и помню, с каким воодушевлением Анжелика рассказывала, что вот переселенцы приезжают не просто, вот как-то инфантильно, так сказать, просить, помогите нам, караул там, мы не можем адаптироваться, в Одессе не знаем, какие существуют. Не, было и такое. Нет, такое было, но самое главное, что с первых же шагов стали сами переселенцы включаться в активную общественную работу. Конечно. И вот когда стали друг дружке помогать, это стало быстрее вот эта помощь доходить, и как-то меньше было каких-то прикол. Я хочу сказать, что с нами очень много одесситов, которые нам помогают и которые с нами сотрудничают. Вот. Это и Болотова Оксана, которая лично нас, переселенцев, она учила, как мы своим же переселенцам, мы, волонтеры, будем помогать. К нам люди приходят, мы должны с ними работать, мы должны их выслушать. Вот. Зубритская Наталья, очень известный волонтер, очень сильно нам помогает. Также мы сотрудничаем с Сосолью, это Моршевская Аня. Также мы и с корпорацией Монстров сотрудничаем. Ну, в общем, это не только мы сами вот у себя замкнулись. С нами очень много одесситов, небойдужих одесситов, которые нам помогают и которые нас учат, как помогать другим. Понимаете? Иван, ну подключайтесь к нашему разговору. Я упомянул проблему жилья, но, по-моему, у вас как раз эта проблема и стоит очень остро, насколько я знаю. Ну, я на данный момент проживаю, проживаю более-менее комфортно. То есть меня приняли одесситы очень хорошо и мою семью. Но, тем не менее, эта проблема существует. Не только у меня, а и у большинства переселенцев. Почему, собственно говоря, и родилась идея создать инициативную группу по решению этого вопроса. По вопросу представления жилья переселенцев. Ну, чтобы не сложилось мнение, что мы вот, скажем так, перетягиваем одеяло только на себя, на переселенцев. Нет. Мы своим примером покажем и одесситам, что можно добиваться законным путем, вот, ну, находить пути решения своих вопросов. Почему именно по жилью? Потому что вот основная масса, да, вот переселенцев, это вот 2014 год, они сюда приехали, включились в работу. То есть мы разрозненные, нас нигде не видно. И каждый пытается вот самостоятельно решить свои вопросы. Но в основном все заработки, которые, ну, все деньги, которые здесь они получают, они уходят на оплату как раз вот жилья. И на проживание практически ничего не остается. Поэтому мы инициировали создание вот такой группы, в которую принимаем, пожалуйста, всех переселенцев, давайте вместе решать эти вопросы. Почему? Потому что по одиночке мы, к сожалению, нас никто не видит, и мы ничего не добьемся. Только вместе. Ну, суть, да, суть, так сказать, более общими словами обрисовали, но вот если так конкретно, ну, более простым языком объяснить, суть-то в чем? Вы стараетесь убедить власти, городские, областные, власти нашего государства? Совершенно верно. Что нужно увидеть, во-первых, надо увидеть эту проблему, надо ее заметить, и надо вместе, извиняясь, изобрести этот велосипед. Потому что, да, люди, они, может быть, единицы, но те, которые переселились из Донецка, из Луганска, такие люди, которые побогаче, они себе спокойно купили квартиры в новострою, так сказать, и там живут, там все нормально. Но ведь основная эта масса, люди со средним достатком, они не могут себе этого позволить. Поэтому тут должна быть просто определенная целевая программа, под которую подвели бы законодательно и какие-то финансовые льготы, и предоставление, может быть, вместе вам строить жилье какое-то, это малосемейные какие-то, ну, может быть, общежития, или вот какие-то дома. То есть не выгрызать из новостроев или там из какого-то социального жилья, в котором одесситы стоят в очереди, не дай бог. А наоборот, найти вот этот метод и под вот эту программу, если она будет нести действительно благоприятные условия инвестирования, то появятся инвестиции, появится новый инструмент, благодаря которому можно строить социальное жилье для вот таких людей, которые не могут себе позволить купить вот эти вот коммерческие здоровья, очень дорогие, так сказать, новострои. И тогда эта проблема, вот в чем суть того, что вы объяснили, я просто немножко другим языком это объясняю. Суть решения в том, что при помощи вот этого инструмента можно будет решить проблему не только переселенцев, а тех одесситов, которые десятилетиями, двадцатилетиями стоят в очереди и ждут квартиры. Вот в чем дело. То есть вы в данном случае не собираетесь отнимать, вот у них заберите, нам отдайте, а наоборот, вот найти вот эту удочку, чтобы поймать эту рыбу. И идти по стороне закона, по правилам закона. Ванечка, извини, я хотела сказать. Я могу сказать больше, международные доноры дали деньги, деньги есть в государстве. Сам только сказал, что всего лишь девятнадцать процентов мы использовали эти деньги на строительство жилья. Деньги есть в государстве, только надо правильный подход. Понимаете? А когда люди не знают, и каждый хотел на себя, правильно он заморозит? что мы уже активно эту программу сами. Сейчас Ваня расскажет. Действительно, такая программа есть, проект, точнее, программы, и мы его пытались продвигать, как и на местном уровне, Мы ее попытались сами написать, своими силами. Да, но если мы ее уже написали, как бы она есть, но если город нам как-то идет навстречу, то двери области были закрыты. Сейчас там будут перетрубаться, и посмотрим, как будет дальше, будут слышать нас или нет, но мы будем стучаться в любом случае. Почему? Потому что если о нашей проблеме не будут знать, то как бы и ждать нам не откроют. Я назвала очень много одесситов, волонтеров, небойдужих, которые нам помогают, разным, кто советами, кто делом, но среди них я не назвала ни облсовет, ни горсовет, никого из депутатов, потому что, ну, как бы, они для нас закрыты, мы стучимся во все двери, но, к сожалению, результат пока нулевой. А знаете почему? Ну, потому что вы не их электорат. Вот если бы вы их избирали, то они бы, конечно, к вам прибежали бы в первую очередь. Когда были выборы, тоже стоял вопрос, знаете, как выборы, и обычно весь Свербор, но вы же не выбираете никого. Поэтому вы нам и неинтересны. Вот, к сожалению, вот я юрничаю, конечно, на эту тему, но это странно. Может, нам теперь начать еще добиваться, чтобы нас признали электоратом? Может, теперь с этого начинать? А может быть, действительно. Сделать шаг назад и... Да, может быть, так и сделать. У нас немного... Так, Лидия Юрьевна, давайте я вас подключу к разговору. Правда, вы уже сами инициируете подключение. Вот расскажите о том, как живут в Черноморске, вообще что вы там в Черноморске делаете, каким образом вы там оказались? Да, ну, я сама с Донецка, а в Черноморск приехала... Я попала в Дебальцевский котел, меня как-то, ну, родственники вытащили сюда. Я приехала сама с двумя детьми и с дочерью. Ну, приехав сюда, как и везде, меня принял город очень хорошо. Родственники приняли, люди вокруг. Они очень доброжелательные черноморцы, это я честно говорю. Но чтоб нас не ассоциировали ни с Куяльником, ни с Успенском, мы начали совсем с другого. Мы сами пошли на сближение к людям. Мы когда, как и все, все приехали в тройки, называется шорты, футболка, исландцы. Помощь нужна была людям. И как бы эту помощь приносили как со школы, так и другие организации. Но беря помощь, это мы были бы попрошайки. Мы начали так же само отдавать городу. Каким смыслом? Мы прекрасно понимаем, чтоб дать нам этот килограмм крупы, какой там женщина идет, мать работает, потом дают нам. Взять ее, мы брали так, мы выходили на субботники. Мы за два года, 15-16 год, мы сделали ну, около 30 лет, более 30 субботников только на одном пляже. Так же, это за два года. Так же мы сделали, делали субботник, убирали бомбоубежище под дом быта радуга. Так же мы засадили проспект по 1 мая полностью, это само кустарниками. Вот недавно буквально мы убирали, нас попросила местная жительница, бабушка-инвалидка, убирали после пожара квартиру. Так же мы начали сотрудничать вместе с нашим агломератом, с Александровкой, потому что мы увидели, что местные жители живут тоже плохо. Мы стали помогать хотя бы вещами, те, что к нам сносят. Мы видим, что наши уже оделись, надо помогать и местным жителям. Мы пошли на воссоединение с местными жителями. Так же мы совместно с Екатериной Чагаринской, главой Гидни, съездили в Бурлай, на Каролина Бугас в интернат для детей и делали там мастер-классы. Мы также участвовали в благотворительных акциях Дню защиты детей, собирали благотворительные акции и деньги в помощь детям анкобольным. Я могу много-много рассказывать ту работу, которую проделали мы. Я также являюсь представителем украинских рубежей в Одесской области. При поддержке МОМ, всесторонней стабилизационной программе поддержки внутренних переселенных лиц, постраждавших населения в Украине, получили люди гранты более 938 человек. Как на самозанятость, на развитие своего бизнеса, так и на обучение. Тут немножко подробнее. Давайте вот эти 938 человек. 938 человек. Но это не только жители Одессины, да? Это не только жители Одессины, это жители, получается, Донецкой, Луганской, Харьковской областях и Одесской. Это четыре области, которые получили, жители четырех областей получили эти гранты. Общая сумма 938 человек. Гранты целевые. Целевые гранты. На что они должны быть на правду? Люди получали оборудование, чтобы развить свой бизнес. У нас очень многие мужчины пошли в строительные организации, получили это, строительством занимаются. Женщины занимаются у нас и кулинарией. Также получили и мастера парикмахерского искусства. В общем, все виды деятельности, которые можно занять, наши люди стараются занять и как бы почувствовать себя такими равноправными жителями Украины и Одессины, как и местные жители. А вот эти гранты, они предоставляются вот украинские рубежи, да, вот эта организация? Это наша организация или у нее есть доноры? Это международные доноры. Это при поддержке, я же говорил, международная организация миграции. Это были датские компании, это были, я знаю, японская компания, ну и остальные. Для того, чтобы получить грант, вот что нужно было? Чтобы получить грант, люди должны были написать свой бизнес-план, бизнес-проект и защитить его. И на это они получали гранты. Также были гранты и от нового видника 2. Это международный, международный фонд ведро джиня, при импак Одесса, пакхап Одесса, которая там, вот по второму, новый видник 2, было 16 грантов получили. 16 человек получили гранты. Это получило 6 человек по 30 тысяч, 5 человек получило по 50 тысяч и 5 человек получило по 80 тысяч. Люди писали свои бизнес-планы и их защищали. Одним из таким участникам была и я. Но вы получили грант? Да, я получила грант на 80 тысяч. И куда вы их потратили? Ну, они не даются целевыми деньгами, оно дается оборудованием. Тем необходимым оборудованием, которое нужно вам для развития вашего бизнеса. И какое оборудование? Общипит. Общипит, да? Общипит. Ну, я хочу сказать, что с новым видником и мы работаем, как бы мы не, конечно, мы гранты не раздаем, мы неприбыльные организации, у нас нет никаких денег. Но мы работаем тоже с новым видником и с хабом, и наши переселенцы тоже очень многие получили гранты. Опять же, они все целевые на развитие бизнеса. То есть, если человек трудолюбивый, у него мозги на месте, он без работы не останется. Которая с нами сотрудничает. Вы знаете, первоначально люди боялись идти, писать свои бизнес-проекты, бизнес-планы показывать. Они не доверяли государству. Но попробовав, у нас уже прошло это в трех этапах. Первый этап начиналось как-то кое-как. Знаете, вот так. Второй этап, уже люди стояли более уверенно. А на третий этап, по опыту первого, второго этапа, люди пошли. И сейчас, на данный момент, люди многие звонят и спрашивают, Лидия Юрьевна, а будут еще гранты? А можно нам записаться? И люди пишутся уже заранее. А мы там кто-то хотим, а мы это. Ну, как бы, люди не сидят на месте. Понимаете? Люди стремятся выжить. И как бы тяжело, очень тяжело. Очень тяжело выжить нашим людям, потому что разница между местными людьми и переселенцами в том, что им надо платить за квартиру. Каждое лето оно дорожает, и дорожает с космической силой. Платить также за оплату коммунальных услуг, а также питание и здравоохранение. И еще очень большой вопрос и проблема наших людей составляет именно в детских садиках, в детских учреждениях. Если с общеобразовательной школой у нас все великолепно, школы как бы принимают с открытой душой, все наши дети сидят за партами и получают обучение, то с садиками и дошкольными учреждениями это очень большой минус, очень большой крик души. Их не хватает. Это проблема, которая легла на проблему, которая существовала в Одессе еще до этой войны, потому что был определенный демографический спад, и детей стало меньше определенного возраста, которые должны были пойти в садики. И эти садики быстренько начали деребанить. И сейчас поездить по городу посмотреть, в одном садике какой-то банк сейчас находится, в другом садике тоже какая-то организация, офис, и так далее. Очень много садиков ушло просто, просто ушло с молока. А сегодня вернуть эту инфраструктуру уже невозможно. А детей стали рожать больше. Все-таки за последние годы детей стали рожать больше, и поэтому действительно бэби-бумы не хватает. А вот проблема здравоохранения, садиков, школы, да. Мы вот тут, мы специально проводим круглые столы с представителями исполнительной власти, которые вот именно занимаются этими вещами. мы их приглашаем в САБЕС, пенсионный, занятость, образование представителей. И собираем наших волонтеров, ой, наших переселенцев. У нас же огромная база переселенцев. Обзваниваем по сарафанному радио. Люди приходят и напрямую задают этим представителям вопросы, которые их интересуют. Сейчас, конечно, сейчас меньше вопросов стало, но в 2014 году было вопросом уйма. И это помогало, это тоже помогало. Ну, я помню, да, несколько таких форумов. Да, у нас были такие форумы, и особенно когда вот с этими справками переселенцев были непонятки, да. Это очень помогало, и как бы у нас есть такая практика, да. Была большая проблема, некоторые люди вообще приехали без паспортов, надо было просто с нуля восстанавливать документы. Но решили же эту проблему? Решили, да. Нашли же возможность. Нашли возможность, потому что мы стучались. Где-то, может быть, даже воплот закона, но сделали. Да. Но все равно основная проблема наша не решается, к сожалению. Да, нам помогают вещами, да, нам помогают продуктами, да, мы как бы вливаемся в общество одесское, уже становимся членами громады и пытаемся быть полезными этому городу, да. Но мы хотим, мы хотим, знаете, как хорошо, что я вечером дома. Тут тепло и уютно. И вот этого у нас нет. Действительно, это как дерево без корней. Да. Знаете, что хочу... Давайте мы Ивану дадим пару слов. Давайте, Ванечка. Наши женщины так закликали. Серьезно, спасибо, да, насчет помогают. Действительно, огромное спасибо одесситам и волонтерам, которые нас хорошо приняли, которые помогли решить ряд вопросов. Ну и мы, уже живя здесь, хотим крепко стоять на ногах и уже тоже помогать и вносить свой позитив. То есть, то, что говорила Лидия Юрьевна о субботниках в Ильичевске, действительно, это есть. И мы сейчас совместно с Ильичевском планируем провести, вот ближайшую субботу, если погода позволит, субботник на территории Зеленой Горки. 12 ноября. Да. 12 ноября это будет суббота. В 11 часов просим все организации, кто нас слышит, присоединяться к нам. И мы хотим сделать такой всегородской, всеобластной субботник в Зеленой Горке, в санатории. Это все украинские санатории, которым лечатся, отдыхают наши дети. Которые действительно помогают. Тем более, что 12 в субботу играют Украина и Финляндия сборные. Вот как раз к приезду Финляндии. А вдруг они захотят в Зеленой Горке еще поотдыхать. Приходят, а там красиво, хорошо переселенцы. Ну, за день, конечно, красиво и хорошо мы не сделаем. Но если несколько раз туда приехать, то... Мы постараемся и сделаем. Он сейчас встречается в состоянии. Я лично была там, смотрела по валенной дереве. Ну, это было то, что все. И когда врага было. Да, да, да. И надо, надо помочь, потому что это просто крик о помощи. А Зеленая Горка в свое время, она гремела вообще. Гремела, вот именно. Она очень гремела. Я знаете, что хотела добавить? Я хотела добавить, у нас немножечко в Черноморске, как-то по-другому немножечко идет и работа. И как-то мы немного по-другому общаемся. Что с депутатами, что с городскими властями. И вот я хотела поблагодарить Чумель Наталью Ивановну. Она очень много сделала для наших детей, помощь нашим детям. И также она помогала нашим пенсионерам. И неоднократно. И если очень какая-то серьезная беда или что-то, то наши люди обращаются именно к ней за помощью. Ну, вообще, Ильичевцы, ну, черноморцы теперь, да? Действительно, вот они и одесситы, в общем-то. Сколько там до Ильичевска, господи, тут добираться. Кто-то там живет в Одессе работает, кто-то в Одессе живет там работает. Вот это постоянное броновское движение. Но все-таки город компактный, он небольшой. Люди больше друг друга знают, они сближены. Вот. И всегда вот поедешь там, предположим, ну, как на съемки какие-то, или там в командировку в Ильичевск, там походишь, посмотришь, думаешь, боже, какая красота. И фонтаны, и зелень, и ухоженный город, и открытые лица. И, господи, ну, насмехались над Хмельнюком, над мэром. Но ведь он же ходил по дворам и спрашивал у людей. И сейчас ходит. И заглядывал, извините, в холодильник. Почему-то его подвергали, так сказать, таким острым шуткам. Да он заглядывал, а что у человека в холодильнике? Как вы живете? Вот. Что у вас за предприятие? А платят ли вам вовремя заплату? То есть он входил в каждую семью. Это действительно дорогой штук. И у людей, вот на этом фоне, у них и ментальность немножко другая. Они вот более открытые, более щедрые. Поэтому и депутатам проще. И мы убежать, просто некуда, город маленький. Поэтому они все рядом. То есть она больше. Ну, я могу сказать еще одно, что большую помощь для переселенцев еще оказал Сергей Червачев. И оказывал он ее неоднократно. Но также нам, знаете, вот мы как-то такая маленькая кучка, и мы не лезем в ихнюю политику, в ихние власти, в ихние отношения. Нам все, как кажется, покорная телятка двух маток соса, так и мы. Вот если есть, нам, вот Василий Гуляев помогает, нам и Червачев помогает, нам и Гурсовет. И при всем при этом мы умеем выжить. И мы также им благодарны и отдаем свое, то, что мы можем, посильный труд. Мы отдаем свой посильный труд городу. Вы молодцы. Ну вот давайте чуть вернемся. Все-таки проблема детских садников. Это крит. Видите, как ее решить? Может быть, самим как-то самоорганизовать? Есть ОСМД, а есть сделать ОМДС. Там объединение, так сказать, многосемейных детских садов. Ну это прежде всего помещение, санэпидстанция. А вы говорите гранты. А может быть, под это гранты? Я вам скажу так, что в Одессе имело место, вот то, что переселенцы выигрывали мини-гранты. Это, конечно, были не детские садики, но открытые, не могу сейчас сказать адреса и названия, но есть несколько открытых, как-то правильно сказать, развиваек. Там, где с детьми занимаются, то есть где-то обучают языкам, где-то с ними в игры играют, где-то... Ну типа как дневной стационар обучающий, да, что-то типа такого. И опять же таки, есть организации, например, Каритас, у них на базе этой организации есть тоже занятия с детками. Ну то есть как бы есть, но пока мы все так разрозненно, точечно. И в нашей организации, вот, Содружество, сейчас открыта школа добра. Да, у нас тоже есть школа добра, мы набираем группы деток и с детками занимаемся. В основном это направлено на реабилитацию детей, которые приехали... Адаптация, это психологи, да, адаптация, которые приехали у нас здесь. Молочко дает психолог. Да, у нас есть замечательный психолог, Галина Дмитриевна, которая может и с детками, и с родителями отдельно. Мы до сих пор даем молочко. У нас очень хороший поставщик, очень большие наши друзья. Я, это коммерческая фирма Агромарин, они больше уже полутора лет нам безвозмездно привозят два раза в неделю молочные продукции, непросроченные. Не те, что остались, а свежие, свежие прямо с завода. Когда они тут начали это делать, я, правда, не озвучивал это вслух, но у меня мысль такая просвистела в голове, надолго ли их хватит. Ну смотрите, мы сейчас не ограничиваем эту молочную продукцию только переселенцами и нашими детками. У нас, когда вся эта компания пошла, к нам пошло очень много одесситов, инвалидов, пенсионеров, малоимущих, которые стали говорить, ну мы же, мы тоже получаем эту тысячу, и даже у нас есть жилье, и мы, съем и подумав здраво, решили, что мы им тоже должны помочь. Да, мы где-то там урезали, стали меньше давать там порции, там может реже, но стали, если есть нужда. Есть у нас и список одесситов, которые у нас тоже приходят и тоже получают молочную продукцию. Может не так часто, как наши детки, но мы теперь это... Потому что мы хотим, чтобы нас считали членами этого общества. Как с работой, Вань? Вообще многие устроились уже на работу, или все-таки до сих пор с неохотцами берутся на работу переселенцев? Ну, я вам так скажу, в основном переехала активная часть населения. И это люди с высшими образованиями, это с большим опытом работы, и люди, которые готовы работать, то есть многие с первого дня работают, да, пусть там официально, неофициально, но практически все работают. Мы за что-то же жилье снимаем, жилье в Одессе не дешевое. Но мы разрознены, поэтому нас не видно. Видно все время Куяльник, видно на Успенской людей, то есть те, которые компактно проживают, их видно. А вот эту активную часть населения, ее не видно. Естественно, где-то имеет место по трудоустройству с Донецка, не с Донецка, с Луганска, но это единичный, наверное, случай, потому что в моем окружении такого не было. А вот по поводу снять жилье, да, по поводу аренды, здесь, конечно, бывали трудности. И в 2014 году, сейчас, наверное, даже немножко больше, да, я же говорю, сейчас, наверное, даже немножко больше. Люди как-то с опаской стали относиться по поводу сдать там жилье людям с Донецкой, с Луганской. Хотя я скажу так, кто уже сталкивался, да, и сдавал жилье, они с распростертыми объятиями ждут дончан, ждут луганчан. То есть, как бы, уже, когда себя хорошо зарекомендовали. А вот ассоциации, опять же, не в обиду будет сказано инвалидам, то есть, о них действительно должны были позаботиться государство. Да их же поняли, сколько они наелись в Сергеевке. Правильно. А у людей ассоциации какие? Потому что мы все время просим, просим, просим. У них такое создается впечатление, что мы неплатежеспособные, что мы не можем отдавать, что мы только берем. Значит, такая задача. В субботник проведете, возьмите с собой фото, пофотографируйте, потом придете в эфир, расскажете об этом. И вообще, давайте ваших коллег приводите на эфир, будете рассказывать о том, чем вы занимаетесь. Чтобы вот эту нашу идею, с нашей программой, как-то вот, я не знаю, чтобы больше людей услышало, чтобы, может, кто-то выйдет к нам из властей на помощь, сам отзовется. Что да, мы готовы, давайте, приносите, покажите, что у вас есть, мы вам поможем, мы поддержим. Мы готовы идти сотрудничать вместе с властями, мы готовы помогать городу, мы его любим, например, мы Черноморск любим этот город, он нам нравится. Мы готовы общаться вместе с местными жителями, вместе с властями, готовы общаться, идти на помощь. А мы вот проводили анкетирование своих переселенцев, где, ну вот, насчет, где готовы жить. Мы готовы жить где угодно, где есть работа, вот в пределах, ну, Одессы и Прирога, где есть работа. В Ильичевске, в Ильичевске, в Южном, в Южном, в Авидеополе, где, кто нам пойдет на встречу и поможет. У нас куча вариантов, как это можно сделать, только у нас нет самого главного. У нас нет жилья, спонсора. Нет, ну, мы жилье построим, если у нас будет поддержка финансовая, там, я не знаю, государственная. Смотрите, прежде всего... Предупреждаю, полторы минуты до окончания эфира, так что потихоньку закругляемся. Хорошо, то есть, прежде всего, я говорил, что у нас есть программа, которую мы проработали, и если органы власти услышат, они, скажем, примут его внимание, то, я думаю, мы совместно решим этот вопрос. И хочу еще сказать, чтобы одесситы не думали ни за счет одесситов. Ни в коем случае. Да, то есть, чтобы не сложилось впечатление, что мы опять что-то вот берем. Давайте, извините, я перебиваю, потому что уже надо заканчивать эфир. Давайте не будем голословны. Значит, следующая среда в это же время. Подходит время встречи? Да. Следующая среда в 18.30. Берите, пожалуйста, эту программу и разжуете мне ее здесь в эфире тщательно и по пунктам. Поговорим о программе, поговорим о том, приводите своих... Или вы приходите там, решайте уже сами, кто придет на эфир, расскажете, чем вы занимаетесь, что за плечами. Потому что, извините, за два года 30 субботников, это можно о каждом, наверное, часами рассказывать. Спасибо вам огромное, что пришли к нам в гости. Я желаю вам хорошего настроения, желаю того, чтобы все-таки на конец шеи наших воротил, так сказать, властных повернуло свои головы и мозги к вашим проблемам. Дай бог, чтобы это так было. Ну, будет новый губернатор, я думаю, что вы тут же первыми его и атакуете с своими проблемами. С вашей помощью. А может, он начнет с того, что услышит? Ну вот, накопим побольше материала и будем отправлять. Спасибо вам огромное. У нас в гостях были Лидия Пучкова, волонтер, глава общественного организации Союза вынужденных переселенцев, Иван Первек из инициативной группы общественного организации Союза вынужденных переселенцев и Лидия Тимошенко, Ряшков со мной, волонтер Центра социальной помощи переселенцам Союза. Спасибо вам. До следующей среды. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»